Друзья, давайте познакомимся с темой совместимости. Как определять совместимость партнеров для создания семьи, для брака, для отношений. С вами Олег Гончаренко, я занимаюсь ведической астрологией, чойтиш. И эта тема самая востребованная для консультации. Люди чаще всего обращаются с таким запросом, помочь определить совместимость. И действительно это важно, так как можно сравнить как создание совместного предприятия. Если вы что-то создаете, открываете, вы очень внимательно исследуете объект. Насколько он вам подходит, насколько он сделает вашу жизнь лучше. И также с разумным таким же подходом надо относиться к созданию такого серьезного проекта, так как семья, множество примеров вы можете увидеть в окружении своем. Сейчас, к сожалению, по статистике около 70% разводов. И это для многих трагедия, люди вкладывают в партнера и финансы, и эмоции. И когда это все рушится, это, конечно, доставляет очень много проблем и беспокойств. Поэтому лучше серьезнее, заранее, как только вы начали отношения, или вы планируете, вам симпатичен какой-то человек, то можно проверить вашу совместимость. И желательно это не делать, когда вы уже живете вместе, у вас уже есть сильная эмоциональная привязка. Вот тогда это исследовать, потому что у вас уже есть эмоциональные привязанности, и вот эти эмоции, они не дадут вам принять взвешенное решение по поводу перспективности отношений. Для анализа совместимости нужно время и место рождения обоих людей. Составляются их натальные карты, и они сравниваются, они накладываются, называется синастрия. Накладываются друг на друга по знакам и смотрятся, в каких отношениях находятся планеты между собой в этих двух картах. Есть понятие гармоничных пропорций и дисгармонических пропорций. То есть, также есть понятие наложения планет один на другую, когда в одном и том же знаке есть планеты у обоих партнеров, они могут накладываться и тоже приносят определенный эффект. Также смотрятся стихии, в которых находится восходящий знак, луна, как известно, есть четыре стихии, земля-вода, вот эти две стихии, они сочетаются, как и запомнить, вода поливает землю, и земля становится плодородной. И огонь, и воздух, когда мы подаем воздух в огонь, в костер, он разжигается, то есть они усиливают друг друга. И другие сочетания стихии, они несовместимы, то есть уже будут дисгармония. И также вот в карте можно посмотреть седьмой дом, всего домов 12, так седьмой находится прямо противоположный от первого дома, там где находится Сенденс, это олицетворяет человека как личность, а прямо противоположный дом, это дом отношений. И вот тот знак, который находится в противоположном доме и будет подсознательно привлекательным для этого человека. И его стихия, вот в данном случае, вот по центру у нас восходящий знак близнецы, это стихия воздуха, а напротив 9, это знак стрелец, огонь. Соответственно, подсознательно будут нравиться этому человеку люди с огненной стихии, стрельцы, львы и овны. Давайте посмотрим, какая же стихия у восходящего знака другого партнера, это земля. Получается, земля и воздух, они несовместимы. Но мы также смотрим, что близнецы и девы, они имеют общего привития Лагнеша, поэтому это компенсирует. Все-таки близнецы и девы, они совместимы по знакам, по стихиям. Дальше. Это упада Лагна. Есть такой показатель, это дом, где находится эта точка. Она показывает тоже на качество партнера. И в данном случае, давайте посмотрим, упада Лагна находится в четвертом доме, а у второго партнера в пятом доме получается соотношение 2-12. Это соотношение считается в пропорции неблагоприятным, негармоничным. Какие же считаются благоприятными соотношениями между знаками, планетами, точками в картах партнеров? Это 1 к 1, 1 к 7, 3 к 11 и 5 к 9. Что это значит? 1 к 1, это значит находится в том же доме, в том же знаке. 1 к 7, это значит находится в противоположном доме. 3 к 1 и 5 к 9. Соответственно, нужно отсчитать, чтобы было расстояние 5 домов. Приемлемыми, но напряженными считаются отношения 4-10. И негармоничные отношения 2-12 и 6-8. Мы сейчас пройдемся по этим двум картам, посмотрим их совместимость, их гармоничность, их планет. И каждая планета показывает разные факторы совместимости. Например, Солнце показывает духовную совместимость эго человека. Вот в данных картах Солнце находится в первом доме, у второго партнера находится 1, 2, 3, 4. На расстоянии 4-10. Соответственно, это приемлемо, но напряженные отношения будут по Солнцу, по духовной совместимости. По Луне Луна отвечает за эмоциональную или психическую совместимость. Давайте посчитаем расстояние. Вот 1, 2, 12. Смотрите, рядом находятся Луны. Это неблагоприятно. И говорится, что когда Луна одного партнера находится в 12 доме от Луны партнера другого, то другой партнер будет вызывать беспокойство, будет забирать силы, энергию. То есть это неблагоприятное положение. Затем Марс. Марс покажет способность уступать конфликтам. Насколько семья будет конфликтной и как это конфликты будут улаживаться. В данном случае Марс 1, 2, 3. 3, 11. Это благоприятное соотношение. То есть по конфликтам люди будут мириться. Дальше. Меркурий. Это речь, общение, мышление. И давайте посмотрим соотношение у этих партнеров. 1, 2, 3. 3, 11. Тоже благоприятное. То есть этим людям будет, есть будет о чем поговорить. Им будет интересно общаться. Юпитер покажет как показатель детей, финансов, духовности, мировоззрения. Он покажет совместные дети и финансы, мировоззрения, моральные принципы. В этих картах расстояние на раз, два, три, четыре. То есть приемлемое, но напряженное. То есть могут быть сложности с тем, чтобы иметь совместные какие-то предприятия. Вместе что-то делать по работе. И по детям тоже могут быть сложности. Венера. Венера это показатель сексуальной совместимости и разных эстетических вкусов. Это вот очень важная планета. Как раз в отношении любовных отношений. У женщины как раз Венера показывает ее женственность. Ее качество женское. У мужчины это планета Марс. Давайте посмотрим в данных картах. На приналожении. Раз, два, три, четыре. То есть 4,10 это приемлемо, но напряженно. Но обратите внимание, что в этой карте Венера разжигает Раху. Раху. И напротив у партнера находится Марс. То есть вот здесь вот по этим картам может быть сильное притяжение. Сильное такое чувственное любовное притяжение. И люди вот по этому параметру могут подумать, что вот это мой идеальный партнер. Но это больше здесь видите по таким по сексуальному привлечению партнера будет совместимость. Но по другим показателям все-таки низкое количество баллов совместимости. То есть эти отношения с большим долей вероятности не продержатся долго. Дальше. Сатурн покажет в картах способность к сотрудничеству и тенденцию контролировать друг друга. Сатурн здесь и здесь. То есть 2,12. То есть не гармоничное соотношение. То есть могут быть какой-то чрезмерный контроль партнеров друг к другу. И будет сложно что-то вместе делать. Раху и Кету. Раху покажет принцип экспансии привязанности желания. Здесь вот Раху здесь и здесь. Раз, два, три, три. А 11 это хорошее соотношение. Кету. Отрешенность, отсутствие интереса, бездозличие критика. Тоже 3,11. Это гармоничное отношение по Раху и Кету. Давайте рассмотрим негативные комбинации в картах жениха и невесты при наложении планет. Когда солнце одного партнера находится в 12 доме от солнца другого партнера. То, например, если это в 12 доме от солнца женщины, мужчина станет причиной потери доверия у женщины и будет ранить ее эго. На физическом уровне станет причиной слабости ее здоровья. То же самое будет для мужчины, если у него будет в 12 доме, от него будет, от его солнца будет солнце партнера. На расстоянии 6-8 соотношение будет конфликт эго, обоюдные проблемы со здоровьем. То есть люди могут жить вместе и их здоровье ухудшится. Луна. Если луна мужчины находится в 12 доме от луны женщины, вот как вот в этой карте мы рассматривали, то будут психологические проблемы, созданные мужчиной. Он станет причиной неопределенности, смятения, непонимания в его жизни, может породить в ее уме страхи и подозрения. То же самое верно для мужчины, если луна женщины находится в 12 доме от его луны. И так же само при отношении между планетами 6-8, соотношение к 6-8. По остальным планетам такие же негативные влияния, поэтому нужно обязательно смотреть 12 дом от планеты, нет ли там планеты партнера. Например, если Марс в 12 доме от Марса, то будут ухудшаться показатели здоровья, благосостояния, частые ссоры, несдержанность. Если Меркурий в такой же позиции в 12 доме от Меркурия партнера, то это будет причиной нервных срывов. Если Юпитер находится в 12 доме от Юпитера партнера, то партнер будет причиной финансовых потерь. Возможно дисгармония на духовном и на психическом уровне. Если Венера находится в соседних домах, в 12 доме, то партнер станет причиной эмоциональных проблем. Женщины и партнеры будут разочарован из-за нехватки чувств. Друзья, я вам показал такие принципы, подходы астрологической совместимости между партнерами. Если вам нужно узнать совместимость, то можете заполнить анкету на моем сайте Google форму, указать время, место рождения обоих партнеров. Или если нет партнера, то можно на своей карте посмотреть, какие партнеры вам подойдут по знакам, по стихиям. Как у вас вообще состояние седьмого дома. Он покажет у вас отношения, будут сложности или нет. И, кстати, говорится, что чем меньше планет в седьмом доме, тем лучше, потому что он очень чувствительный, когда там много планет. Это вносит трудности. И также можно посмотреть по периодам, когда у вас будет благоприятный период для знакомства, для общения. Можно посмотреть, где вы можете встретить своего партнера и по периодам жизни тоже найти периоды Венеры или под периоды Венеры, Юпитера. Это благоприятные транзиты. В картах покажут, что в этот период времени лучше всего прикладывать усилия для поиска партнеров и создания семьи. Если вам это видео было полезным, поставьте нравится, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.